Наши новости начинают свою работу в студии. Кирилл Политов, здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Осознанное решение, губернатор Александр Карлин ушел в отставку. Провалиться в тар-тарары, несколько домов в Барнауле уходят под землю. Не расписные, но ходовые деревянные ложки алтайского умельца прославились на всю Россию. Итак, губернатор края Александр Карлин сегодня подал в отставку. В три часа дня состоялось заседание правительства, на котором глава региона озвучил свое решение. Он сообщил министрам, что накануне обратился к президенту Владимиру Путину с письменным заявлением об отставке по собственному желанию. Решение Александр Карлин назвал осознанным. Пожалуй, самое судьбоносное за последние 12 лет решение принимается сейчас за моей спиной в здании правительства Алтайского края. И, как говорят участники заседания, которое проходит в эти минуты, для многих из них заявление об отставке Александра Карлина стало полной неожиданностью. Мое решение принято совершенно добровольно и естественно же осознанно. Вы знаете, что по инициативе главы нашего государства сейчас в стране проводится существенное обновление состава органов государственной власти. В этой ситуации я счел для себя правильным и своевременным обратиться к президенту с указанным выше заявлением. С просьбой об отставке Александр Карлин лично обратился на имя Владимира Путина. Как сообщил губернатор, решение президента о назначении исполняющего обязанности главы Алтайского края должно быть принято 30 мая. Я хотел бы сегодня поблагодарить и состав регионального правительства, органы муниципальной власти Алтайского края, краевое законодательное собрание, всех жителей нашего региона, представителей бизнеса, гражданского общества. Александр Карлин пришел на пост губернатора в 2005 году после гибели в автокатастрофе Михаила Евдокимова и остался в регионе на три срока. Многие участники сегодняшнего заседания правительства работали с ним на протяжении всех этих лет. Не, 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 ребята, мы еще под впечатлением всего этого. Для нас это была полная неожиданность. Полная неожиданность, поверьте. Оснований мы не видели и не предвидели. Когда, что говорить, край сегодня развивается по всем направлениям. Как принимает отставку человека, с которым проработали более 10 лет. Есть элементарное чувство грусти. Хотя я уверен, что та команда, которая сегодня сложена, она будет работать и в дальнейшем. Жалко, конечно, если честно говорить. Это столько сделано, столько вложено в Алтайский край. Конечно, жалко. Единственное, что хочется пожелать Александру Богдановичу здоровья. О дальнейших планах губернатор пока не сообщал. Официальные причины отставки названы по собственному желанию, но в кулуарах давно предрекали уход Александра Карлина, в том числе из-за высокого уровня протестного голосования на выборах президента. Напомним, за последнюю неделю по стране прокатилась очередная волна отставок губернаторов. 28 мая по собственному желанию ушел глава Республики Саха Егор Борисов. Заявление о досрочном прекращении полномочий написал также губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Выборы губернатора Алтайского края должны были состояться осенью 2019 года. Однако в связи с уходом Карлина с поста их проведут досрочно. Евгения Даровская, Александр Антропов, Алексей Фризин. Наши новости. Далее к другим темам. В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный порывистый ветер в отдельных районах до 27 метров в секунду. Сегодня в конце дня и завтра на большей территории края по прогнозам синоптиков будет дождь, местами ливни, гроза и град. Сотрудники МЧС советуют быть предельно осторожными вне погоды. Завтра, в последний день весны, максимальная температура достигнет 19 градусов выше нуля. Но уже в первый день лета будет по-настоящему тепло до плюс 28. Вот вода в реках края продолжает пребывать. По данным Алтайского гидрометцентра, за прошедшие сутки в районе Барнаула опеднялась на 19 сантиметров. Чумыш в районе Тальменки на 30. Максимально более чем на полметра уровень воды поднялся у села Сростки. Причина – обильное таяние снега в Верховье в Катуне. Там за последние двое суток вода местами прибыла на полтора метра. В то же время в ряде районов края вода, наоборот, начала уходить. Так, едва не достигнув критического уровня почти на 50 сантиметров, уровень воды снизился у села Черижское и в районе Камня-Наби. Дальнейшая динамика второй волны паводка, пояснили в МЧС, зависит от количества осадков и температурного режима. Ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, ожидаются теплыми и дождливыми. Сейчас на особом контроле спасателей находится ситуация в двух районах – Черижском и Краснощоковском. Обострения ситуации ждут именно там. Но вот в то же время уже подтоплено несколько десятков домов в поселке Западном в Рубцовске. Виной тому грунтовые воды и проблемы с водоотведением. Барнаульцы уходят под землю. Жители домов на улице Депутатская обеспокоены тем, что возле их участка с каждым днем разрастается яма. Но пока специалисты решают, в чем причина подвижки грунта, отголоски наводнений или землетрясения, собственники боятся провалиться в тартарары. Тему продолжит Ирина Корчагина. Вот смотрите, я 160. Вот смотрите, я ее туда. И там вообще все, там все полое. Вот сам дом тоже идет туда. Там все свободно. На днях Надежда увидела, что возле ее дома появилась как будто кроличья нора, ведущая в страну чудес. Только это мало обрадовало пенсионерку и ее соседку. Подвижка грунта дала трещину на фасад здания. Одинокие женщины вызвали бригаду из районной администрации МЧС. Походили, посмотрели, наши же палочки потыкали фонариком, посветили, сказали, это водоканал, это у вас где-то тут прорвало трубы. Мы вызвали водоканал, нигде у нас трубы не прорвало. И весь грунт действительно сухой. А в администрации заверили, что яма точно не оползневый случай. Надежда Александра просит провести экспертизу, чтобы понять, в чем причина двухметровой дыры на их участке. Но оплачивать услуги экскаватора и рабочих им никто не собирается. Местные жители вспоминают, в 70-х годах от такой же ямы провалились три улицы. У меня маленькая пенсия, я считаю, что это все на всю жизнь. Мы сделали недавно внутри хороший дорогой ремонт. Женщины прописаны на улице Депутатская. Однако от представительского тут только название. Раньше здесь жило около 200 семей. Периодически участки настигал оползень, жильцов переселяли. Но в программу попали не все. Остальные дома сдерживают только корни деревьев. Там оползень был. Так знаете, как шумело. Вот ночью ложимся и боимся. То ли встанем мы, то ли нет. Надежда и Александра шестой день подряд смотрят, как непонятная яма поглощает их участок. В районной администрации успокаивают. Рабочие еще раз приедут, чтобы разобраться, в чем причина. Но женщины уверены, что специалисты будут работать медленно и системно, как археологи или кладоискатели. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости. Результат какой был. Шить полностью и возобновить подачу горячей воды. Напомним, во время проведения опрессовки по контуру ТЭЦ-3 в городе в ежедневном режиме из-под земли били огромные фонтаны. Пожилую женщину струя воды накрыла с головой. Ожоги из ступней получил 16-летний подросток. Алтайские бюджетники жалуются на сокращение. Люди самых низкооплачиваемых специальностей рассказывают, что их ставят перед выбором. Уходите, либо переводитесь на пониженную ставку. Только в Каменском районе в такой ситуации оказалось больше 10 человек. Продолжит тему Анастасия Дороган. Официально завхоз по факту электрик, слесарь, ответственный за пожарную часть. Такими были долгие годы будней Валентина Миллера. Но это весной 52-летнему мужчине предложили отдохнуть, попрощаться с работой. В Новоярковской школе искусств под ликвидацию пока попала лишь ставка завхоза. А уборщицы место сохранили, но ставку урезали до 1,4 при том же объеме работы. Сократят уборщицу и сторожа с 1 июля и в 3 Каменской школе искусств. В аналогичной ситуации сторожа районной спортшколы. Все 14 человек. Насколько обоснованы массовые сокращения в Каменском районе, сейчас оценивает Алтайский профсоюз работников культуры. Тут в большей степени получается процедурно, вроде все соблюдено. В дальнейшем, как руководители, как заведующие этими, так сказать, структурными подразделениями, как они в дальнейшем будут отвечать, нести вот ту ответственность за сохранность и неприкосновенность материальных ценностей, возникает вопрос. Впрочем, звонки и письма с жалобами на кадровую оптимизацию к ним вот уже месяц поступают из разных районов края. В ряде территорий профсоюз работников культуры выявил нарушение трудовых прав людей, что попали под сокращение. Подано несколько исков в суд. Но руководитель общественной организации признает, остановить кадровую оптимизацию в крае практически невозможно. В регионе Остра не хватает денег на то, чтобы обеспечить всех бюджетников зарплатой в ее допустимом минимальном размере. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. Наши новости. Уйти от погони не удалось. В Барнауле сотрудники ГИБДД задержали мужчину, которого подозревают в краже автомобильных шин и оконных пластиковых рам. Ночью экипаж ДПС заметил подозрительный автомобиль УАЗ. Сотрудник полиции потребовал водителя остановиться, но он требования проигнорировал и попытался уйти от преследования уже при выключенных фарах. В районе поселка Куэта водитель всячески препятствовал остановке, умышленно совершил дорожный транспортное происшествие с нашим автомобилем и продолжил скрываться. Сотрудники полиции автомобилей все же задержали. В районе поселка Борзовая заимка у водителя 1962 года рождения документов при себе не оказалось. В машине лежало 10 колес от КАМАЗа и 3 пластиковые оконные рамы. По предварительным данным, имущество было похищено на одном из городских предприятий. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». По краю начал курсировать новый мобильный медико-диагностический комплекс. Его задача – обследовать мужчин на заболевания репродуктивной системы. Передвижная установка – часть проекта Алтайского Минздрава, который получил одобрение в Госдуме. Но дело в том, что по статистике по мужским заболеваниям в нашем крае неутешительно. За последние 20 лет патологии репродуктивной системы наблюдаются у 40% мальчиков и 50% взрослых мужчин. Теперь они могут пройти УЗИ и получить консультацию врача-уролога, не выезжая из родного села. Специалисты сами приедут в районы края. Первый в графике – Павловский район. Там комплекс начал работу 28 мая. У жителей района есть еще три дня, чтобы пройти обследование. Добавим, подобных проектов в России нет. А в нашем крае с 2017 года работает также комплекс «Женское здоровье» и «Передвижной мамограф». Точно в цель стрелок Сергей Каменский везет из Мюнхена целую россыпь медалей. Вместе с партнером Анастасией Галашиной наш земляк выбил золото в дисциплине «Пневматическая винтовка. Дистанция 10 метров смешанной команды». Эта медаль для Сергея стала второй на этапе Кубка мира. Чуть ранее было серебро. О медалях, которые все-таки завоевали барнольдские «Динамовцы» расскажет сам действующий спортсмен Станислав Сергеев. Итак, «Динамо» прибежало. Финишную черту футболисты пересекли в домашнем матче с омским «Ртышом». Победа со счетом 2-1 позволила примерить бронзовые медали турнира. По ходу поединка команда Сергея Шишкина могла вовсе остаться за бортом призовой тройки. Дело в том, что для попадания туда нужна была только победа. Барнаульцы сами себе усложнили задачу. В начале второго тайма пропустили гол. Чудо все же случилось. Усилиями Липина и Худякова Омск был повержен. Третье место – это все же не тот результат, на который рассчитывали болельщики, футболисты и президент клуба Виктор Сигарев. Для последнего этот матч стал заключительным в карьере руководителя клуба. Как мы сообщали ранее, Виктор Владимирович возглавил один из рынков краевой столицы. В результате в команде «Динамо» объявляется замена. Пост руководителя займет Алексей Минин. Тот самый, о котором Сигарев вечно говорил, что именно Алексей Алексеевич отвечает за стадион, а сам Сигарев за клуб. О новом президенте известно немного. Лишь то, что он заместитель председателя Алтайского краевого совета общества «Динамо» – полковник. Так что дождались болельщики перемен. Правда, по нашей информации, на этом перемены не закончились. Тренерский штаб, скорее всего, продолжит работу в Барнауле. На этом у меня все. Эти 200 большие минуты вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым. Спасибо, Станислав. Ну а я продолжу. Профессионально бить баклуши. Таким необычным искусством владеть наш земляк – мастер по изготовлению деревянных ложек. Свои творения Андрей Толстов намеренно оставляет без рисунка. Но они пользуются огромной популярностью среди жителей края. Почему – ответ узнаете в следующем сюжете. Лесники выделяют дерево, которое они отбраковывают. Тут редкий случай, когда брак на пользу. Береза, яблоня, груша, древесина у этих пород тверже, служит дольше. Кедр мягче, но и податливей. Сухие ветки и сучки Андрей Толстов собирает повсюду, до обработки им лежать целый год. Мастерство как образ жизни, ложки как искусство. Андрей с детства не выпускал из рук топор и долото. Был неравнодушен к подделкам ручной работы, но нашел себя лишь недавно. Ножом ведешь в эту сторону и в эту, и получается уже одна сторона ложки. Переворачиваешь, опять же так, в эту сторону и в эту, по трафарету. То есть, когда люди делают много ложек, у них вот свои технологии. У меня самая простая, как говорится, на коленке. По итогу действительно неповторимый стиль. Каждая ложка со своим изгибом и глубиной. Залакировать изделие готово. Расписные ложки, считает мастер, у дел сувенирных лавок. Я делаю самые простые ложки, без узоров, без вырезов. У меня самая простая и самая, так скажем, утилитарная функция для ложек. За год Андрей Толстов стругает по 500 ложек. Их он продает или просто дарит. Говорит, интерес к его увлечению у земляков только растет. Мастер смеется. В 21 веке люди ценят деревянную ложку не за эстетичность, а за простоту и удобство. Анастасия Дороган, Евгений Андреев. Наши новости. Вы когда-нибудь были в сити-парке? Если нет, то скоро у вас появится возможность не только прогуляться по такой территории, но и приобрести там жилье. Пять новых 17-этажных домов строить, которые доверены дочернему предприятию «Иска Союз» компании «Глава Алтайстрой» появятся в индустриальном районе Барнаула на пересечении улиц Попова и Энтузиастов. Жилой комплекс «Новая высота» накануне презентовали в Краевой столице. 17-этажные гиганты будут смотреться изящно благодаря классическому керамическому кирпичу, который заказывают специально для строительного комплекса. Этот долговечный материал служит столетиями. Присутствующие на презентации неоднократно подчеркивали основные достоинства новых домов. Есть понятие «три кита» получается, поэтому я считаю, что первый кит – это комфортность, это шумоизоляция и это экологичность. Кстати, «Новая высота» действительно очень экологичный комплекс. 40% придомовой территории займут зеленые пространства. Здесь расположатся спортивные зоны, пешеходные и велосипедные маршруты, зоны для йоги. Вся территория будет выполнена из экологически чистых материалов хвойных пород. Автомобили мешать прогулкам не будут. Под каждым домом своя парковка. Реализовать проект компания «Глав Алтайстрой» планирует за три года. Мы своей надежностью, своими активами, мы всегда гарантируем нашим будущим жильцам, что данные объекты будут достроены вовремя, с качеством. И мы никогда не бросаем своих жильцов и впоследствии при дальнейшей эксплуатации. Добраться до новой высоты будет несложно. В шаговой доступности четыре остановки общественного транспорта совсем рядом с жилым комплексом четыре школы и шесть детских садов. А если ко всему этому добавить скоростные лифты в подъездах, противоударные стекла и заботу о людях с ограниченными возможностями, то будет понятно, почему с новой высотой ваша мечта станет реальностью. Кстати, подняться на новую высоту в рамках презентации удалось и трем ее участникам. Они стали победителями лотереи и смогли насладиться нереальным видом Барнаула с высоты птичьего полета, на который их поднял вертолет. Новая высота ждет и вас. Ипотечные кредиты под приемлемые проценты уже предлагают самые известные банки краевой столицы. И в завершении выпуска о прогнозе погоды спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Самое быстрое похудение – Турбо Слим Экспресс. Всего за три дня до минус трех килограммов и до трех сантиметров в талии. Турбо Слим Экспресс от компании «Эвалар». Завтра в крае снова заметно похолодает. Местами пройдет дождь, при этом повсеместно сильный паралистый ветер. Всего 10 выше ноля в Тольменке. Из Миногорска плюс 14 в Бийске и Белокурихе. 15 в Славгороде. В Барнауле ночью 14 выше ноля. Днем возможен дождь и около 11 тепла с понижением температуры к концу дня. И это все новости к этому часу. Отличного настроения и до встречи.